Иноагент Оксимирон Оксимирон в каждом новом треке рекламирует свой мировой тур. Понятное дело, что в условиях отсутствия концертов в России и статуса иноагента, финансовые дела Яновича идут не самым лучшим образом, хотя он безусловно не бедствует. Но даже если бы у него не было денег, он мог бы получать ништяки почти что даром. Например, некоторые телеграм-каналы сливают специальные акции, через которые можно обузить ВБ и другие маркетплейсы при помощи акций. Так можно на халяву забрать 5к рублей и потратить их на любые товары. Также вы можете получать почти бесплатно подписки на все топовые сервисы типа Яндекс Плюс, Яндекс Музыки и Окка, а также многие другие. Можно даже одеться всего за 10 рублей, например в новые кроссы Найк. Для всего этого есть ТГ-канал Халявщик, ссылка на который будет в описании ролика. Но мы начинаем, поехали! Начнем как раз таки с Моргенштерна. В нашем вчерашнем видео мы уже говорили, что Алишер получил завуалированный ответ от Яновича по поводу батла. Видимо оффлайн противостояния все равно не будет, хотя в таком батловом треке Мирон припомнил Алишеру его цепи на шее, а также прямым текстом вставил его псевдоним в клип. Все ждали реакцию от Алишера, и она появилась. Правда не такая уж бурная и эмоциональная, как можно было бы предположить. Типа знаю, очень странное ощущение. Типа... Это похоже, типа, если бы я попробовал сейчас старого Моргенштерна сделать, типа... У меня бабки, тёлки, я крутой, ё-моё, цепи-цепи. Вот так бы, наверное, это выглядело бы, как сейчас. Ну да, класс. Есть артисты, которые отреагировали на трек Мирона куда более положительно. Конечно же, один из таких — это Ресторатор, который на стримах слушает и разбирает построчно почти что каждый новый трек Яновича. Вчерашний релиз не был исключением. И вот что сказал Александр. Во-первых, весь клип он сделан в стилистике немецкого рэпа. И Злотин — это же чувак, который снимал клипы всем немцам вообще. Это прям вот эти вот питбули, улицы, тусовки, биты, вот это вся жопы. Это супер, типа, немецкий клип. Я только не увидел фанатов. Сейчас мы будем ещё покадрово разбирать. И это, я думал, что это будет Дисна первого класса. А мы вчера, вы заказывали два трека первого класса вчера. Сегодня я включал трек, там был класс с этим нарисован с царём. Е-е-е-е, этого рода. А ещё вчера, вчера класс же... Вчера выходила новость, что класс зарегался. Может, коллабу ждём какую-то, я хуй знает. Но это не Дис, это скорее трибьют первому классу. Это прикольно. Давайте открываем текст. Надо разобрать это дерьмо. Новость про то, что Артём Франк, он же первый класс, завёл официальную страницу в ВК, кажется, действительно не фейк. Ведь есть даже фотография самого рэпера, которая подтверждает подлинность сообщества. Впрочем, за полную достоверность мы ручаться не можем. Так или иначе, в сообществе первого класса полно респектов Мирону за его новый трек и клип. Понятное дело, что такой омаж будет приятен любой легенде хип-хопа. Вот только Янович упоминал первого класса ещё и в девятнадцатом году, когда тот решил вернуться в игру с одним треком, а потом снова пропал. Вот как он звучал. Да, там был Дисней на агента Фейса. А вот слова Мирона из девятнадцатого года. Я должен, наверное, своё мнение высказать. Такое тепло внутри, что класс вернулся на самом деле. Но такое ощущение, что он провёл эти десять лет просто замороженный в кубе льда. Я просто вышел. И он вышел таким же абсолютно, как был. Да-да-да. Кто из новых? Кто из новых? Не сказать, что он... Да, он там Дисит Фейса, но такое ощущение, что это просто был такой, знаешь, типа пробел в тексте. Да, я только вставил. Расскажите мне, кто сейчас актуален. Я и добавил. И Хринаксон туда вставил имя Фейса. Вот. Но как бы... Причём не сказать, что он хоть как-то... Почему я упомянул кубль, да? Потому что не сказать, что он хоть как-то стал хуже читать или писать. Ну, ничего не изменилось. Ничего не изменилось. Никакого прогресса, никакого... Ни лучшего, ни хуже. Никакой деградации. Да-да-да. Ровно то же самое. Просто так же. Вот. Мне даже кажется, может быть, этот трек записан 10 лет назад. Но давайте продолжим рассматривать реакции рэп-игры на трек Яновича. Было бы странно, если бы на новый релиз никак не отреагировал антихайп. Если Слава КПСС пока не успел как-либо обозначить своё мнение по этому поводу, то вот Замай провёл очередной прямой эфир, где посмотрел клип и послушал трек. Мнение моё по этому треку. Короче, он звучит круто. Бит крутой. Клип оху... Мне очень нравятся такие клипы. Текст просто вот типа по жанру. Вот он хотел, скажем так, сделать по жанру, да? И вот он сделал по жанру очень, скажем так, строчки. Во-первых, они не в стиле первого класса. У первого класса другие были панчи, более грубые, более такие еблиные, скажем так. У него были кринжовые еблиные панчи, да? Тут всё ни про кого, всё в общем. Хотя трек звучит хорошо, трек на самом деле звучит мне нравится. Такое можно послушать. Слишком вот ни о чём, слишком... Нет, это как бы отработка просто, скажем так, вот этого номера, да? Он его исполнил, этот номер, и он как бы... и всё, да? Причём очень интересно, что Оксимирон, когда, я помню, с ним как раз общался, он... Он очень потешался над тем, когда ему говорили, что, ну вот, типа, ты был хорош, когда мам ебал, когда Вечный Жит был альбом и так далее. И он такой, типа, ну, ебал, это, типа, слишком банальное мнение. Дима Шок в этот раз не сделал отдельного поста про новый трек Оксимирона, но высказался немного по-другому. За день до этого в его телеграм-канале появился сниппет трека Иуда. Многие фанаты Бамберга уверены, что песня будет посвящена Оксимирону, так как Шок до сих пор считает его предателем. И вот в комментариях под этим постом Шок написал, что не собирается обращать внимание на новый релиз Окси, или даже просто слушать его в ближайшее время. Что ж, это тоже реакция. Есть реакция от бывшего члена антихайпа Феди Букера. Он, кстати, уверяет, что антихайп победил, потому что Мирон наконец-то начал менее серьезно относиться к текстам и своему образу. Короче, как будто бы реально немножко прошло время. Вот здесь прям так плотно панчлайнов от Оксимирона про маму, и ты думаешь, прикольно, прикольно. Но, с другой стороны, сука, уже как будто бы мы все не в этой теме. Мы уже взрослые все. Мы уже понимаем, что маму никто не ебанит. Типа, что это вранье. Прикольно. Типа, это круто. Короче, я скажу так. В контексте творчества Оксимирона, это круто. По сравнению с тем, что выходило у него до этого, это поинтереснее, пободрее. Супер ли это, типа, тестостероновый рэпак? Наверное, можно было бы более тестостероновый, потому что вспоминаешь какие-нибудь вот этих, блядь, Джизуза, да, там, этот, Штрассенбанды, вот они там реально ебаные жесткие. Ты смотришь, думаешь, сука, мне страшно, блядь, через монитор. От того, какие вы жесткие здесь. То есть, в контексте творчества Оксимирона и того, что у него выходило до этого, вся его вот эта ебаная и поучительство, это круто, это вполне иронично, прикольно. Немножечко не так иронично, как могло было бы быть, потому что все уже старые, и прикалываться на уровне, это достаточно трудно. Но это хорошо, реально, типа, вообще без... За попытку респект. Уже успел показать реакцию на релиз Эльдар Джарахов. В отличие от множества критических отзывов, он остался доволен треком, о чем и записал кружок в своем телеграм-канале. Короче, сейчас мне Оксимирон очень напоминает Кендрика Ламара, который пишет, который очень по-разному читает, который может истебаться, и играться голосом, и много себе позволяет. И круто, блядь, что Оксимирон развивается до сих пор. Это... Ну, меня вдохновляют такие люди сто процентов. Это прям круто. Я даже не хочу скрывать своего восторга, чуваки. Это... Достойно. Егор Крид теперь тоже не просто рэпер и певец. Он еще и стример. И во время вчерашней трансляции он также отреагировал на клип «Первый класс». И что интересно, ему понравилось. Мясо. Мясо. Я скучал по такому Окси, по очень грязному Окси. Не знаю. Опять же, чисто трек для любителей батл-рэп-музыки. А я таковым являюсь, поэтому для меня это очередная крутая работа от Окси. Он прям очень много сейчас делает усилий для того, чтобы пиарить свой тур. Так что желаем ему крутого тура. Чего скажем? Я рад, что Окси возвращается и выпускает много-много новых песен. Respect. Ну, Мясо, дядь, здесь такие строчки лютые. Ну, прям грязные. Очень грязные, очень грязные. Мерзкие строчки некоторые есть. Про отошли воды, что он засунул полосок кровавая. Это все, да, это все супераморально. Все это жестко, трэшово. Но, блин, ну... Мне иногда нравятся такие аморальные панчи. И вот именно в такой музыке они, мне кажется, очень в тему. Поэтому как-то так. Ну и вот реакция от грязного Рамиреса. Короче, я так понимаю, что этот трек с отсылкой на первого класса как дань уважения первому классу. Как одному из первопроходцев батл рэпа, наверное, да? Или как... Потому что других объяснений я не нахожу. Потому что Окси здесь валит в своей... типичной своей манере десятилетней давности, да? там... Даже больше, наверное. Вот. И... такой Окси. Такой Окси мне пи*** как нравится. Я хочу, чтобы... Ну, хотелось бы, чтобы больше таких треков от него выходило. Вот. Потому что не часто... Не часто мы слышим агрессивного, злого Оксимирона. Клип выполнен в лучших традициях немецкого хип-хоп-комьюнити. Очень часто немцы любят показывать как раз такой антураж Урбана. Напоследок покажем вам текстовые комментарии от канала PRNRP. Вот цитата критика. Спасибо за ваше мнение. Было интересно читать. На правах слушателя, такого же, как вы, выскажу свое. Есть вещи, у которых нет просмотров, но их помнят спустя десятилетия. Например, таков рэп первого класса, аммажем которым является клип Мирона. Есть вещи, у которых миллионы просмотров, но спустя 10 лет их никто не вспомнит. Таков новый клип Окси. Это не новое слово в культуре, а реактуализация старой главы его биографии. Батловой. Биография нажористая, поэтому можно и поэксплуатировать. Но бередить память о первом классе этим треком без панчи с вымоченной агрессией все же не стоило. Но может быть я излишне критичен. И тут сработает классическая образовательная функция Оксимирона. И миллионы людей узнают о существовании выдающегося МС всея Европы первого класса. Недаром сегодня День знаний. А на сегодня у нас все. А что вы думаете по поводу нового трека Окси? Пишите свое мнение в комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok